Кто смотрит мой канал, тот знает, что я уже второй сезон езжу на своем мотоцикле, это Honda CB400, 98-го года, и уже давно я активно выбираю следующий мотоцикл. Я делал видео на эту тему, но оно было уже давно, и с тех пор многое поменялось у меня, и в том числе мой подход, вообще, мое отношение к мотоциклу и, соответственно, к выбору следующего мотоцикла. И поэтому сейчас я хотел бы сделать новое видео, где заново все расскажу. Во-первых, первая новость такая, на этом мотоцикле я докатываю этот сезон, это 100%, как и планировал, два сезона я на нем откатаю, и уже только после этого буду менять. Откатаю, потому что, во-первых, так и да, изначально планировал, во-вторых, мотоцикл меня абсолютно устраивает, а вот такие чуваки нет. Они меня не устраивают. Мотоцикл абсолютно меня устраивает, он меня радует до сих пор, я просто катаюсь и получаю реально удовольствие на нем. Он мне не надоел абсолютно, то есть таких проблем у меня нет. Поэтому никакой спешки нету, я не тороплюсь, спокойно выбираю. Но все же мотоцикл я сменить хочу, и должны быть какие-то причины, правильно? Разумеется, они есть, сейчас я их расскажу. И вот именно в причинах смены мотоцикла и кроются основные изменения в моем подходе, как бы, ко всему этому вопросу. Вот у меня изменились причины смены мотоцикла. Во-первых, я понял одну простую вещь. Шестисотки полносильные дорожники с мощностью 100 лошадей мне нахрен не нужны. Я покатался на многих и понял такую вещь, что они слишком быстрые просто для меня. То есть мне вот с каждым, ну не днем, но с каждым месяцем становится гонять как-то все менее и менее интересно. Вот я не знаю, почему так, но это так. И шестисотки, вот на которых я ездил, Хорнет и, ну и спойлер сделаю, Судзуки GSF600, обзор скоро выйдет. Они слишком резкие для меня мотоцикла, и, короче, они не подходят просто под мой стиль езды. Вот и все. Единственный мотоцикл, который как бы более-менее еще актуален, остается для меня из них, это, как ни странно, FZ6 Yamaha. Потому что до 8000 она едет как 400-ка, и как бы для меня это плюс. То есть мне это нравится в ней. Во-вторых, основная, наверное, причина смены мотоцикла для меня теперь, это желание получить ветрозащиту. Потому что я понял одну простую вещь. Без ветрозащиты на трассе нереально ехать больше 120 км в час какое-то продолжительное время. Например, там 10-20 минут нормально, да, можно потерпеть то, что у тебя колбасит, у тебя вот так вот все ходит. Ну, мотоцикл-то сам ровно идет, а ты сам вот так вот весь ходишь. Можно потерпеть. Например, вот на МКАДе я езжу, проблем не доставляет. Но вот на трассах я катаюсь в последнее время много как-то получается. И за городом реально невозможно ехать. То есть, ну, 120 еще нормально, более или менее. Да и то, знаете, если сильный ветер, напрягает сильно. А больше, ну, где-то 140-160, мотоцикл едет вообще без проблем, вот Сибиха моя. Но ты едешь, короче, тебе приходится пригибаться, вот так вот за ветровик ложиться. Ветровик этот спасает, пьюиковский. Он реально помогает и работает. Но все равно это не то. И, в общем, я пришел к тому, что нужен полуобтекатель обязательно. Раньше я вообще боялся ужасно пластика на мотоциклах. Потому что, ну, при падении, как бы, можно попасть на деньги. Да и потом не всегда найдешь пластик. Сейчас я, как бы, поменял свое мнение на этот счет. Потому что, ну, наверное, в первую очередь, потому что просто стал, наверное, более уверен в себе. И как-то более уверен в том, что, по крайней мере, знаете, глупые падения, ну, уже маловероятные с опытом в шесть сезонов. Какие-то падения на месте, знаете, типа не удержал вес мотоцикла. Вот у меня с прошлой Сибихой так было пару раз. Сейчас я, ну, практически уверен, что такого уже не произойдет. Поэтому, как бы, ну, аварии всегда могут произойти, да, но все равно. В общем, я теперь склоняюсь к тому, что обязательно просто нужен мне в следующем мотоцикле полуобтекатель. Но не обтекатель, потому что обтекатель полный, как на спортбайках, которые во всю бочину мотоцикла. Он закрывает доступ к двигателю и, ну, к другим элементам конструкции. И вообще доставляет много хлопот. Поэтому не обтекатель полноценный, только полуобтекатель нужен. Ну, то есть, смотрите, уже сто километров в час меня болтает, потому что машина спереди. Если перестроиться чуть получше, конечно, но вот больше 120, почти нереально ехать, вот уже меня болтает. Так что, нет, ну, обязательно нужен полуобтекатель, если рассматривать мотоцикл не только для города. А я как раз-таки и собираюсь рассматривать следующий мотоцикл не только как городской, а как этот. Потому что сейчас я, ну, 90% времени провожу в городе на мотоцикле. В-третьих, немаловажная причина, из-за которой я хочу поменять мотоцикл. Я просто хочу что-то другое, что-то поновее, что-то покруче, не знаю. Ну, вы понимаете. Меня 20-летняя моя Сибиха абсолютно устраивает, я вот говорю не первый раз. И не напрягает, и как бы хлопот не доставляет, внимания к себе не требует абсолютно. Но, я думаю, объяснять не надо, да, такое желание мое. Четвертая причина, из-за которой я хочу поменять аппарат. Я хочу инжекторный мотоцикл. Я просто хочу инжектор. Опять же, корбы меня устраивают. То есть, они хлопот не доставляют на этом аппарате. Я один раз отсинхронизировал их и почистил за два сезона. И больше, ну, как бы, у меня к ним претензий нет никаких. Ну, и плюс, как бы, дают пизды. Так что, ну, все равно. Просто хочу, короче, инжектор. Объяснять тоже особо не буду. Таким образом, у меня на данный момент вырисовывается такой образ идеального следующего мотоцикла для себя. Во-первых, дорожник с рядной четверкой от спортбайка. Это обязательно. Это мой идеальный типаж мотоцикла. Потом, Honda либо Yamaha. Тут, я думаю, ну, кто меня знает, тому объяснять не надо, почему у меня такое отношение к маркам. Следующий момент. Обтекатель, полуобтекатель, прошу прощения. И инжектор тоже обязательно. Смотрите, какие цифры на одометре, а? Каково, заметил. Обычно никогда не замечаю. Так, это третья, да, я назвал. Он же видит меня, да? Четвертая. Мощность 50-100 лошадей меня устроит абсолютно. Но при этом спокойный характер должен быть у мотоцикла. Невзрывной, нерезкий. И последнее, это мотоцикл, ну, я ищу свежий или даже практически новый в идеале. Я кучу времени потратил на выбор модели, на поиск моделей, на выбор, на сравнение, сопоставление и так далее. Кучу времени облазил все автору, обсмотрел весь YouTube. И на данный момент у меня вырисовываются четыре модели мотоциклов. Остались, вернее, четыре модели мотоциклов, из которых я еще выбираю. Выбираю в спокойном режиме, опять же, да, я не тороплюсь. Итак, четыре модели. Первая... Первая это CB400. Короче говоря, версия инжекторная, самая последняя. И версия Baldor, которая с полуобтекателем. И да-да, я прекрасно понимаю, что это уже третья моя Сибиха. И что я задолбал покупать одни и те же мотоциклы по 10 раз. Это все понятно. Но, чуваки, хорош гнать, а? Мне нравится этот мотоцикл. И, как бы, вот это для меня главное, на самом деле. Потому что мне плевать абсолютно на ваше мнение. То есть, пишите, что хотите. Опять напишите, что я 25-й раз покупаю одни и те же мотоциклы. Honda, Yamaha, Honda, Yamaha. Да-да-да. Но это один всего лишь из четырех вариантов. Второй вариант это XJ6. Yamaha XJ6. Именно, хиджер. 78 лошадей, инжектора, полуобтекателя. Все как положено. Все, в принципе, меня в нем устраивает. Он недорогой. Ну, в принципе, меня все в нем устраивает. То есть, это прям почти идеальный вариант в вакууме. Единственная с ним проблема, это, блин, коробка от FZ6. Вот. Но, в остальном, мотоцикл очень хороший и очень подходит именно под мои параметры. Дальше. Третий вариант это Honda CBF600. Вообще, просто идеальный мотоцикл для меня. Вот прям все в нем хорошо. Он-то в основном с полуобтекателем. Почти все они... Ну, есть и некиды, но в основном все с полуобтекателем. Все в нем хорошо. Вот именно инжекторный, который, по-моему, с 2008 года. Инжекторный и с алюминиевой рамой. В нем одна проблема. В том, что в нем вот такое ощущение, что рама как раз-таки не алюминиевая, а золотая. Потому что мотоцикл стоит каких-то диких просто денег на вторичке. И у нас, и не у нас. Просто нереальные какие-то деньги просят за него. Ничего себе. Это единственная, по сути, с ним проблема. И, наверное, блин, из-за этого я его все-таки... Ну, это не первый вариант в моем списке. Потому что, блин, ну он очень дорогой. А я все-таки хочу взять совсем прям свежий мотоцикл, если получится. И четвертый вариант, наконец. И вот тут неожиданно, возможно, будет для кого-то. Но это FZ6. Потому что при всей ее ужасной коробке, все равно, во всем остальном, этот мотоцикл мне очень хорошо подходит. И по характеру он мне нравится. Потому что вот до 8000 он спокойный и плавный, и нерезкий. И дизайн, я уже говорил, я считаю, это самый красивый мотоцикл. Вот в моем списке красивых мотоциклов. Короче, мне в нем нравится все, кроме, ну, коробки, очевидно, да. Но, блин, я, короче, подумал. Может быть, привыкну к коробке. Потому что на Йобрике я ездил. На Йобрике тоже коробка далеко не идеальная. И при этом Йобрик мне очень нравился в свое время. Потому что во всем остальном, вот, он тоже хорош был. Также, наверное, и с Fizer. В принципе, вот такой расклад. Вот четыре мотоцикла, которые остались в моем списке. Из которых я выбираюсь на данный момент. По всей видимости, ну, 90%, что один из них я и куплю. И еще раз повторяю. Что менять мотоцикл я буду либо в конце этого сезона, либо зимой, либо в начале следующего. Не раньше и, наверное, не позже. В принципе, вот такое видео. Держу вас в курсе своих рассуждений, скажем так. Своего вот этого выбора затянувшегося. Ну, на самом деле, не затянувшегося. А я так и планировал, как бы, не торопиться со следующим мотоциклом. Потому что в свое время я продал UBR свой. В надежде найти лучшую жизнь. В итоге, через мотоцикл я опять купил UBR. Потом я продал Сибишку. Опять же, по-моему, XG6 как раз был. Но это версия с полным обтекателем. А мне нравится с полуобтекателем. Вот, продал Сибишку. Через один мотоцикл я опять купил Сибишку. Так что, сейчас я решил вот не торопиться. Хотя бы два сезона откатать на Сибихе. Мне с ней супер повезло. Она мега удачная. Не подводит меня и так далее. И после этого уже, собственно, обновить мотоцикл. Так что, если хотите что-то рассказать, подсказать, что-то дельное сказать, пишите. Но только давайте вот не как в прошлый раз. Потому что в прошлый раз мне начали советовать Макси-скутер купить. А что бы тебе Литроспорт не взять. И, короче, такие просто от балды вещи. Зачем мне их писать? Я не понимаю. Но вы же знаете меня. Вы же знаете, что у меня есть очень узкие рамки, как бы, в выборе. Зачем писать? Я понимаю, что вам нравятся те мотоциклы. Но для меня эти советы сродни совету идти подуматься и продать мотоцикл. Вот это того же уровня совета.